Сегодня в приключениях вере с Джерри Савеллом. Заметьте, тут также сказано, чтобы поддержать их. То есть он хочет проявить себя сильно в их жизни. Аминь. Это значит, что он продемонстрирует свою силу и способности для них даже в самых худших обстоятельствах. А в комментариях Бенсона к Иезекииле 34, 26 сказано, что Бог говорит своим людям. Вы только послушайте это. Так сказано в комментариях. На некоторые комментарии я не обращаю никакого внимания, а некоторые мне очень нравятся. Потому что они очень содержательные. Я дам вам впечатляющее проявление моего благоволения. Там, где сказано, это будут дожди благословения. В этом комментарии сказано, я дам вам впечатляющее проявление моего благоволения, а также вытекающее из этого радость и счастье. И там будут благословения в большом избытке. То есть вы не можете иметь благословения без благоволения. И вы не можете иметь благоволения без благословений. Они идут рука об руку. Слава Богу. Можете сказать аминь? Дела идут в гору. Аллилуйя. Я сказал, дела идут в гору. Слава Богу. Сейчас не время оставлять свою веру. Не время погружаться в переживания и страх. Аминь. Просыпайтесь каждое утро с радостью в сердце и желанием танцевать. Скажите, слава Богу, мой Бог царствует. Мой Бог делает меня победителем. Слава Богу. Скажите аминь. А в 28 стихе сказано, они будут жить безопасно. И никто не будет устрашать их. Кому-то из вас нужно взять этот стих, записать на карточке и прицепить себе на зеркало. Никто не будет устрашать их или пугать их. В 30 стихе сказано, и узнают, что я Господь, Бог их с ними. А в другом комментарии сказано, что Бог встревожит всякий страх и волнение посреди всего этого хаоса и беспорядка. Аллилуйя. Давайте еще раз прославим Господа. Аминь. А теперь вернемся к 144-му псалму. Особенно в переводе «Страсть». Когда ты открываешь свою щедрую руку, она полна благословений. Еще раз напоминаю, что открытая рука Божия символизирует обеспечение. Подном из комментариев сказано, и Он делает это щедро и незамедлительно. Потому что все, что нам нужно, уже находится в Его руке. Аллилуйя. Мне нравится, как это звучит. Я так рад, что я пришел сегодня, и вы смогли это услышать. Слава Богу. А когда я читал это, то услышал, как Бог сказал. Он сказал, скажи им, что я ускоряю приближение всего этого. Я ускоряю. Аллилуйя. Он сказал, так же скажи им, что им по-прежнему нужно использовать свою веру, но результаты будут занимать не так много времени, как в прошлом. Он все ускоряет. Как вам такая новость? Я так и думал, что вы будете в восторге. А теперь послушайте Амоса 9.13 в переводе «Месседж». Все будет происходить так быстро, что у вас закружится голова. Одно быстро последует за другим. Вы не будете за всем успевать. Все произойдет одновременно, и куда ни глянь, благословение. Аллилуйя. Куда ни глянь, благословение. Это очень похоже на благословенные при входе, при выходе, благословенные в городе, в поле, куда бы ни посмотрели, всюду будут благословения. Почему? Потому что Бог все ускоряет. И здесь Он доказывает, что Он на это способен. Аминь. Помню, как я как-то спросил моих друзей, которые живут в Калифорнии и в районе Фресно. Дилана и Беккерсфилда. Где полно полей, где рабочие иммигранты постоянно трудятся на полях. И, как вы знаете, там много виноградников и много виноделин. И так, я спросил у одного из своих друзей, сколько времени занимает, или сколько обычно происходит от момента посадки виноградной лозы до получения вина. А оказалось, что это довольно долгий период. Это происходит не за одну ночь. А Иисус превратил воду в вино. Это было Его первое чудо. Уже в Своем первом чуде Он показал, что может все ускорить. А Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Аллилуйя. Итак, то, что раньше занимало месяцы, Господь может сделать за одно мгновение. Держитесь за слово. Слава Богу. Можете сказать «Аминь». Еще раз хочу подчеркнуть, что это не значит, что вам больше не нужно будет использовать веру. Нет, без веры невозможно угодить Богу. Но теперь это будет занимать не так много времени. Как по мне, это хорошая новость. Слава Богу. Я готов ждать столько, сколько нужно, потому что мое полное имя Джерри готов стоять до последнего Савелла. Я знаю, что такое стоять. Я стоял целых 20 лет, ожидая исполнения определенных вещей. Но когда это, слава Богу, произошло, я подумал, это были самые короткие 20 лет. Напоминаю, что Бог сказал мне «Скажи им, что я ускоряю все это». И это правда, потому что мы быстро приближаемся к возвращению нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Вполне возможно, что мы с вами будем тем поколением, которое его встретит здесь. Как когда-то говорил пастор Джек Мур, пастор моей жены Кэролин, «Я жду не того, когда развернется земля, а того, когда развернутся небеса». Аминь. Слава Богу. Давайте снова вернемся в Псалом 144. Посмотрите на 15 стих. «Глаза всех смотрят на тебя. И ты даешь им их пищу в свое время». В расширенном переводе показаны ключи к тому, как мы можем это иметь. Там сказано «Глаза всех смотрят, наблюдают и ожидают». Верно? Смотрят, наблюдают, ожидают. На что вы смотрите в 22-м году? Зачем вы наблюдаете в 22-м году? И чего вы ожидаете от 2022-го года? Это доказанный факт. Чего вы ожидаете, то вы и получите. Ожидания и вера тесно взаимосвязаны. Иисус говорил «Да будет вам по вере вашей». Иными словами, да будет вам так, как вы ожидаете. Я получаю все то, чего я ожидаю. Не так ли, Карлин? Я получаю все, что ожидаю получить. Иногда, Карлин даже говорит людям, иногда мой муж даже ничего не говорит. Он просто думает, и Бог делает это. Аллилуйя. Аминь. Как бы там ни было, я ожидаю, что Бог будет делать то, что Он обещал. Аминь. Поэтому я высматриваю это. Я наблюдаю за этим каждый день. Простите. И я рекомендую вам делать то же самое. Каждое утро, перед тем, как включить новости. Если это, конечно, не новости на канале Виктори. Потому что там выходят новости в духе веры. Слава Богу. Аминь. Итак, перед тем, как включить CNN или другой новостной канал и слушать весь этот мусор, просто встаньте и скажите, «Господь, я высматриваю, наблюдаю и ожидаю открытой Божьей руки и того, что она будет выливать благословение на меня так, как никогда раньше». И это еще не все. Куда бы я ни шел, благоволение Божие идет перед мной, а Его милость и благость следуют за мной. Как вы можете быть неудачниками, если перед вами идет Божье благоволение, и благость, милость следуют за вами? Брат Джерри, где вы это взяли? В Библии? В Библии? У вас есть возможность жить в победе. Вам не нужно мириться со всем, что вам бросает этот мир. Вы можете жить в победе. Слава Богу! Но для этого нужно Слово Божие. А в переводе «Месседж» 15 стих звучит так. «Ожидает, что ты дашь им…» А следующее я добавил сам. «То, что им нужно как раз вовремя». «Ожидает, что ты дашь им то, что им нужно, и сделаешь это вовремя». Аллилуйя! Можете сказать «Аминь»? Итак, мы продолжим стоять вере, но это займет не так много времени, как в прошлом, потому что Бог все ускоряет. А 19 стих в переводе «Страсть» звучит так. «Каждый благочестивый получает даже больше, чем он просит». Это Бог, который делает несравненно больше всего, о чем мы просим и даже помышляем. Давайте еще раз посмотрим на этот стих. «Каждый благочестивый получает даже больше, чем он просит». Почему? Потому что его рука полна благословений. «Слава Богу!» Если вам вручают подарок, прошу прощения, но я вчера вечером раздал почти все деньги, что у меня были в кармане, поэтому сейчас здесь не очень много, но если я хочу увидеть, она уже тянется. Я даже не успел заговорить, и она уже потянулась за деньгами. Чуть позже я добавлю еще немного, хорошо? Заметьте, моя рука была полна чего-то, и даже еще до того, как я предложил ей, она уже потянулась за этим. Вот так и вы должны себя вести. Аминь. Перед тем, как ложиться спать сегодня вечером, «Бог, если ты ищешь меня, то он вот, то я вот, и я уже жду тебя. Аминь». Это год открытой руки Божией. Аллилуйя. Как же мне это нравится, слава Богу. Давайте я прочитаю вам кое-что из моих записей. «Божественное ускорение – это сверхъестественная способность Бога исполнять свою волю и свои планы со скоростью выше нормальной. А затем я добавил непрерывная динамика. Аллилуйя. Непрерывная динамика. Именно об этом говорится в Амоса 9.13. Итак, когда Бог открывает свою руку, она полна благословений. А вот еще одно из качеств Бога. В Якова 1.5 сказано, «Бог дает просто». Тут речь идет о мудрости. Но это явно одно из качеств Бога и манера, в какой он действует. Бог дает просто. А то, что Бог дает просто, подразумевает, что Бог, которому мы служим, имеет большое сердце. Большое сердце. Знаете, чем больше я общаюсь с Богом, а мы с Ним общаемся уже почти 53 года, и это не хвастольство, но я становлюсь все больше похожим на Него. Но у меня большое сердце. Я люблю давать. Это мое любимое занятие. Я люблю давать. Аминь. У нашего Бога большое сердце, но большая часть тела Христова не видит этого. Они видят Бога, Который удерживает и не дает. Я такого не вижу. Я не вижу Бога с сжатыми кулаками. Я вижу Его только с открытыми ладонями. Он всегда ищет возможности благословить своих людей, и Слово Божие говорит, что очи Господа обозревают всю землю в поисках определенного типа людей, тих, чье сердце вполне предано Ему. И Слово «предано» на иврите не означает, что этот человек никогда не совершает ошибки или никогда не грешит. Это значит, что он верный, преданный, надежный. Итак, в одном из переводов сказано, что глаза Божьи постоянно сканируют землю в поисках определенных людей, а именно в поисках верных, преданных и надежных людей, которые поставили его на первое место в своей жизни. Когда я впервые прочитал это, я еще жил в Шрифт-Парте Луизиана. Тогда я лишь три месяца был в Господе, и однажды я случайно наткнулся на это место Писания, и я сразу же поднялся из-за своего небольшого письменного стола в нашей спальне и сказал Господь, «Если ты ищешь того, кто будет верным, преданным и надежным, можешь больше не искать, потому что ты его уже нашел». Это я. И все эти годы я старался быть таким человеком, заметьте. Тут также сказано, чтобы поддержать их. То есть он хочет проявить себя сильно в их жизни. Аминь. Это значит, что он продемонстрирует свою силу и способности для них даже в самых худших обстоятельствах, даже посреди хаоса и беспорядка. Аминь. Поэтому станьте таким человеком. Вы должны сказать, «Господь, если ты ищешь того, кто будет верным, преданным и надежным, и у кого ты будешь на первом месте, можешь больше не искать, потому что ты его уже нашел». Это я. Аллилуйя. Можете сказать «Аминь»? И вы увидите, что у Бога большое сердце. Бог будет благословлять вас куда больше, чем вы заслуживаете, с естественной точки зрения. Аминь. Это величайшее качество Бога. Бог так сильно любит, что дает. И Бог так возлюбил, что отдал. Любовь дает. Любовь – это не просто слова. Не помню, кто написал книгу «Пять языков любви», но наши дочери нашли ее много лет назад, а потом устроили для нас тест на определение нашего языка любви. Мой язык любви – это даяние. Я демонстрирую свою любовь к людям, в частности, в моей семье, через дарение подарков. Библия в одном из переводов говорит «Ищите возможности быть благословением». Мое любимое занятие – быть благословением. Аминь. Но я научился этому, общаясь с Богом, потому что у Него большое сердце. Аминь. Возможно, я не очень большой человек, но мое сердце больше этого зала. Аллилуйя. Итак, у Бога большое сердце. Вот что значит слова о том, что он щедрый. Я решил поискать слово «щедрый», и вот что я нашел. И это очень интересно. Одно из значений слова «щедрый» в словре – это «с открытой рукой». Но разве не удивительно? «С открытой рукой». А еще сказано, да, все это есть в словре. «Щедрый» означает «дающий просто». Именно это я и узнал из еврейского языка о числах 20 и числе 22. С открытой рукой и дающий просто. Аллилуйя. Итак, я говорю и провозглашаю, что вы еще не раз услышите от меня в будущем. 2022 – это год открытой Божьей руки. Год того, когда Бог будет давать просто. А еще-то год, когда благословения Божьи сойдут обильно на вашу жизнь. Аллилуйя. До такой степени, что вы не можете справиться с ними сами, и вам придется делиться ими с другими людьми. Аллилуйя. Аминь. Помню, как однажды, много лет назад, наверное, это было 20 лет назад, я проповедовал в церкви Крефла Доллора. В то утро, когда он передал мне слово, кстати, в то время у него было два воскресных собрания, не знаю, так ли это сейчас, но тогда было два утренних собрания, и я проповедовал на обоих. И вот я проповедую на первом собрании, Крефла и Теффи сидят в первом ряду вместе со своей семьей, а я хожу по залу перед первыми рядами, и просто проповедую то послание, которое дал мне Господь. И краем глаза я заметил одного джентльмена. Каждый раз, когда я подходил к этой части зала, он передвигался на край своего стула и смотрел на меня вот так. И я подумал, я не сказал этого, но я подумал, кажется, этот парень хочет напасть на меня. Но потом, поскольку церковь у Крефла работает как хорошо смазанный механизм, я подумал, если он все же решит напасть на меня, его обязательно остановят. Тем не менее, я пошел в другую сторону зала и какое-то время проповедовал там. Я забыл о нем и снова перешел сюда. И как только я оказался прямо перед тем парнем, он вскочил со своего места и побежал ко мне. Я не знал, чего мне ожидать, он подошел ко мне, просто оттянул мой карман и запихнул в него деньги, а затем просто вернулся на место. Я подошел к Крефлу и Тэфи и сказал, очевидно, этот человек опоздал на сбор прожитвований, но вы посмотрите на нее, она снова тянет руку, она уже хорошо усвоила это послание, слава Богу. Итак, я сказал, наверное, он опоздал на сбор прожитвований, поэтому это, скорее всего, предназначено вашей церкви. Крефлу ответил, нет, это ваше. Мы уже собрали десятины, прожитвование, мое? Да, конечно, положите это обратно в карман и продолжайте проповедовать. Внезапно поднялся кто-то оттуда и запихнул мне деньги в этот карман. Постепенно начали подниматься и другие люди, и спустя какое-то время меня уже не было видно из-за всех тех людей, которые пихали деньги в карманы. Они даже оттягивали пиджак, клали их сюда и сюда. Кто-то умудрился запихнуть мне деньги в носок. Я ходил по залу, и с меня-то всюду сыпались деньги. И так продолжалось все собрание. Я даже не мог проповедовать, а Крефло чуть ли не качался по полу от смеха. Я сказал, Крефло, со мной никогда не случалось ничего подобного. А он отвечал, то все ваше, брат, ваше. И это даже не ваше пожертвование за служение у нас. Это кое-что сверху. Забирайте все это домой. А между собраниями, когда меня отвели в комнату для спикеров, я оставил за собой денежный след от зала до той комнаты. Ашером пришлось собирать их за мной. А затем началось второе собрание, и большинство из присутствующих не были на первом собрании. Я начал проповедовать, и это началось снова. Они снова взялись за свое и засыпали меня деньгами. Я был просто ошеломлен произошедшим. Когда собрание закончилось, Крефло спросил, вы же не собираетесь сразу же улетать домой? Моя мама приготовила для вас обед. О, если готовила твоя мама, то я этого ни за что не пропущу. Его мама прекрасный повар. Затем он привел меня в то место, где нас ждал обед, и это был один из лучших обедов в моей жизни. Кстати, мама Крефло потом подошла к нему и сказала, Крефло, кажется, Кэрлин его совсем не кормит. Ну и аппетит у него. А я лишь ответил, передайте мне курицу. О, как же они меня накормили. А когда я собирался уходить, Ашер подошел к Крефло с вот таким пакетом. Крефло передал этот пакет мне со словами, это ваше. А что это? Он говорит, все эти деньги, которые вам сегодня дали. Крефло, но вы уже дали мне прекрасное благословение. Знаю, но это тоже ваше. Забирайте. Оттуда я поехал в аэропорт и подошел к своему самолету. Пилот, увидев меня с пакетом, спросил, Брат Джерри, это мусор? Хотите, чтобы я-то выбросил? Ты что, не смей к этому прикасаться? Это не мусор. При этом я понятия не имел, сколько там было. Я положил тот пакет на сиденье перед собой и полетел домой. При этом я хорошенько запаковал пакет, а когда я приехал домой, то вошел в дверь с пакетом. Кэрлин спросила, Это мусор, который ты забыл выбросить? Нет, это не мусор. Присаживайся. Затем мы высыпали содержимое пакета на пол и стали прямо на полу сортировать купюры. Мне даже было немного стыдно, поэтому я задернул занавески на окнах. Я не хотел, чтобы кто-то за окном подумал, что это какая-то наркозделка. Знаете, как будто я продаю наркотики Кэрли, но она перепродает их дальше. Там была целая куча денег. Это был дождь благословений. Внезапное излияние, которого я даже не ожидал, а Бог взял и сделал это. Аминь. Если Он смог сделать это один раз, то сделает это еще раз. Спасибо вам за то, что были с нами сегодня. Молюсь о том, чтобы этот урок послужил вам и вдохновил вас. Также надеюсь, что вы сделаете все, чтобы пережить исполнение этого пророчества в этом году. Бог желает открывать свою руку и хочет, чтобы вы переживали необычное, экстраординарное и сверхъестественное обеспечение. Это может произойти и с вами. Это происходило со мной, с другими людьми, которые слышали эту проповедь. И слава Богу, это может произойти и с вами. Почему? Потому что Бог нелицеприятный. Хочу сказать спасибо всем нашим партнерам за то, что они верят в нас и поддерживают наше служение. Вы ценная часть этого служения. Вы помогаете нам нести в мир послание веры. Спасибо вам. Будьте благословенны. И увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok